Итак, привет всем! Нынешнее мое видео будет посвящено моему давнему другу детства. Мой друг, его тоже зовут Олег, обладает одним интересным свойством. Он любит какую-то историю пересказывать много раз разным людям и постоянно добавляет в нее что-то новенькое. Одна из таких историй, которая вот ходит уже годами из уст в уста, и каждый раз, когда он ее повторяет, она становится все прикольнее. Дело было в 1987 году, когда мы с ним же и еще с 13 другими нашими одногруппниками были на производственной практике от техникума в городе Горьком, тот, который ныне Нижний Новгород. Мы пробыли там 5,5 месяцев. У меня до сих пор этот город в душе как второй мой родной город. И я не могу понять почему. Всего лишь 5,5 месяцев. Я не знаю, я считаю этот город своим вторым родным. Это отдельная история, и только, наверное, психолог может объяснить почему. Так вот, работали мы на автозаводе. Жили на улице Мельникова, 10. Это, по-моему, девятиэтажное общежитие. Там же неподалеку работали на северной проходной. Если пройти проходной, идти далеко-далеко-далеко мимо вот этой вот конвейера готовой продукции, еще дальше-дальше-дальше, там будет такой, ну, я не знаю, надеюсь, он до сих пор существует, цех от грузки готовой продукции. Там, где вагоны подъезжают и все такое. Там мы работали грузчиками. Но мы, конечно, поехали по распределению как механики, но у нас не спрашивают, мы студенты, е-мое. Пришли так, грузчики, все, поехали работать. Ну, грузчики так грузчики. То есть грузили крылья, бамперы, подвески, облицовка и капот. Ох, замучила работа, вытекает седьмой пот. Это был такой у нас экспромт в то время. Хотя это была целая песня, но я ее уже не помню. Так вот, там есть метро. В этом метро курсируют вагоны, ну, понятное дело. Вот. И в обыкновенных вагонах метро, естественно, вот эти поручни, за которые держатся люди, если они стоят во время движения, они не прямо из потолка растут, как бы. Они вот выходят на таких искривленных, таких дугах. По-моему, с боковой стены. А может, из потолка, но они все равно. Какие-то дуги искривленные тогда вот такие были. Ну, такой дизайн. И вот едем мы в метро. Стоим, толпа. Что-то там, не знаю, час пик. Так, я держусь за эту палку. И мы едем. Мой поручень, он возле вот этого одного места, куда он соединяется, чтобы дальше продолжалась другая палка. И вот здесь в конце конечный. То есть моя палка вот через полметра заканчивается. Там такой дугообразный держатель этой палки. Или вот так, или вот так, как-то он шел. И я держусь. В этот момент происходит резкое торможение. Ну, не знаю, наверное, пьяный кто-то переходил через... Я не в курсе, что он там тормозил в этом метро. И вот в момент торможения, то есть весь лют, который в этом вагоне, естественно, вот так вот подался в какую-то сторону по инерции. И я, державшись за этот поручень, дернул его, и он выскочил из паза. У меня получилась в руках отдельно держащаяся металлическая палочка такая шлифована, и которая присоединена к вот этому изгибающему моменту в этой всей конструкции. То есть две вот такие палки, в рычаг такой. И поскольку я держусь за нее, а люди все подались, то мы подались так хорошо, может быть, на целый метр. И я не отпускаю эту палку, вот, получается, ее выгнул полностью. Вот она идет вот длинная, она вот так вот и загнулась аж вот сюда, на вот этом загнутом рычаге. То есть он и скрутился чуть-чуть, и палку я вот так держу, и понимаю, что если я сейчас ее отпущу, ну, потому что на меня давят, да, то вот этот мужик, который вот здесь находится, и он, кстати, был ко мне лицом, он так понимал тоже, что если я ее сейчас отпущу, то она ему так шмякнет в физиономию, что ему мало не покажется. И поскольку у нас была толпа, все, что сделал я, это как можно дольше держал эту палку, чтобы не отпустить. Все, что сделал мужик, на которого она была направлена, это просто сделал вот так вот. То есть он предполагал, что, наверное, сейчас я ее отпущу. Ну, вагоны остановились, мы подались все назад, я вставил эту палку в поручень, и мы поехали дальше. Это все. Вот это все, что было действительно правда. Мой товарищ, мой друг детства Олег, он был рядом, это все видел, его это прикололо, как мужик вот так вот сделал. И когда мы вернулись в тот же день в общежитие, он уже с упоением рассказывал эту историю всем остальным. Придем мы в метро. Этот, на меня показывает, держится за поручень, вдруг внезапно тормозит эта электричка, да? Этот, говорит, блин, вылетает эта фигня из поручня, он ее оттягивает и, говорит, не удержался, и мужику только шпэм по голове, как в лупе, говорит. Ё-моё, что там было, капец. Я такой, слушай его, блин, он думал, ладно, пацаны ржут. Вроде бы как смешно, вроде бы даже я как герой этого романа. Ну ладно, пусть будет так, ничего страшного. Приукрасил он, конечно, историю, но мне было приятно. Потом мы приезжаем через пять с половиной месяцев назад на родину. Он встречает других наших одногруппников и тоже рассказывает эту историю. Еще раз. Едем мы в метро, говорит он. Этот держится за поручень. Тут внезапно резкое торможение, он ее вырывает полностью и от психов бьет, говорит, какого-то хрена чувака в лицо. Ну, я ее уже полностью оторвал и вот так вот ему въехал. Я уже не останавливал, ну, я не останавливал и тогда, но я его не останавливал, да ради бога, ну, ну, давай, превозноси меня еще выше, пускай люди прикалываются, хотя, может быть, некий думает, что я придурок. Мало ли. И так далее. Так вот, с той поры, 87-й, это сколько, уже почти 30 лет или больше 30 прошло, и он не прекращает рассказывать эту историю. Где-то так лет пять назад я эту историю слышу от другого человека. То есть он рассказал им, а эти они уже мне. Это пять лет назад было, это, по-моему, встреча группы нашей была, и кто-то из пацанов задает мне вопрос. Это речь-то правда, что Олег рассказывал про тебя там в Горьком? Я, блин, говорю, что он там такой рассказывает, я забыл уже об этом всем. Говорит, ну, говорит, про метро. Я так, ага, это та история. Я говорю, ну, 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 интересно, и как он, что он опять рассказывал? Вот последняя интерпретация, которую я уже от других людей слышу. Говорит, едете вы в метро, никого никто не трогает, никто не цепляет, вдруг. То есть он не говорит ни за толпу в метро, ни за какое-то торможение вагона, ни за то, что я держался и так оно все вышло. Он просто рассказывает, едете вы в метро, никого не трогаете, все нормально, все спокойно. И тут вдруг у тебя, ну, то есть у меня, падает планка, ты вскакиваешь, вырываешь палку и просто вот так, говорит, по метро, и все, кто сидел, вот так, вот, вот, колбасило, говорит, просто в кизяк, блин. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что, вот это вот, да, вот это, и вон так с годами, он эту историю, я даже не знаю, какая она у него уже сейчас. Наверное, там уже смертельные исходы даже у него, заканчиваются даже этим. И так вот, посвященные видео моему другу, желаю тебе здравствовать и быть всегда таким прикольным, переворачивать все с ног на голову, нехер, жить скучно, надо жить весело. А на том, господа, я таки кончил. Редактор субтитров А.Семкин